Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компании Skyway. И это наш, наверное, предпоследний вебинар, постараемся провести еще два вебинара, впереди у нас много-много информации, информация эта очень важная, я бы сказал так, и сейчас поставьте, пожалуйста, по 10-балльной системе, как меня слышно и видно. Ставьте, ставьте, похрипывает, нет, как ставьте, ставьте как есть. Или мне потише говорить, или все нормально, все хорошо, да? Йо-о. Замечательно, чудесно. Спасибо большое, дорогие друзья. Итак, Надежда Братск. Брат, Надюша, ты не спишь еще? Уханов, Сережа, да, вижу тех людей, которые ставят. Евгений, конечно, похрипывает, но ничего. Так, хорошо, я сейчас чуть-чуть убавлю звук, чуть-чуть убавлю звук, я думаю, будет лучше. Сейчас, одну секунду буквально. Постараюсь убавить поменьше. Так. Тут не просто так поймать, надо увеличить масштаб. Ребята, чуть терпения. Сейчас я выставлю. Сейчас, сейчас, одну минуточку. Масштаб, масштаб. Так, масштаб. Так, плюс, 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 плюс. Сейчас терпение чуть-чуть. Так. Ставим, наверное, так, вот сейчас поставлю. Секундочку. 54 минуточку. 54, 57, 43. Так. Сейчас, ребята. Бывает не так просто выставить. Господи, как все скачет. Сейчас, как меня слышно, как меня видно, поставьте еще раз по 10-бальной системе. Я сейчас масштаб уменьшу для себя уже. Еще раз поставьте, пожалуйста, по 10-бальной системе, как меня слышно и видно. Так. Так, 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 так. Запись мы включили. Так, запись включена. Да. Итак, дорогие друзья, прежде всего я хочу сказать вам новости. Новости очень важные. Супер важные, я бы сказал, новости. В том плане, что, во-первых, новость номер один. Это то, что обращение Антон Городченицкого. Пожалуйста, ребята, у кого есть это обращение под рукой, прямо сейчас его скиньте. Там буквально двухминутный ролик. Это то, что я вам сказал, сейчас написала в чатах. Вот кто написал. Сейчас даже найдут, кто это написал. Сейчас, секунду, ребята, секунду, секунду. Ставьте пока, как меня слышно и видно. Любушка, Любушка написала. Люба, не знаю, из какого вы города. Мы едины и непобедимы. И вот хочется поддержать вот это словосочетание, этот лозунг. Артур, спасибо. Игорь, спасибо. Валюша, спасибо. Обращение Анатолия Городченицкого. Марат, спасибо. С Киргизии, да. Это обращение очень важно. Как первое обращение. Потом было второе обращение Анатолия Городченицкого о том, что мы делаем. И то, что произошло в Экотехнопарке, это жизнь. Просто это, понимаете, ребята, это жизнь. То есть авария, это, с одной стороны, это действительно, это горе в семье. То есть как горе. Ну, человек пострадал, очень серьезно пострадал. Это горе. Разберутся, кто что виноват. Ну, здесь кто бы и что бы как бы не был виноват. Но суть дела в том, что из-за этого, извините меня, технологию прорывную никто не закроет. Вы это должны понимать, осознавать. И где-то, если что-то вы услышите, какой-то негатив, ребята, просто пропускайте это мимо ушей. Просто мимо ушей. Почему? Потому что то, что мы начали, этому не остановить. И у нас, я не хочу говорить о том, что, может быть, провокация. Здесь провокация не пахнет, потому что слишком это серьезно все. И подтверждение тому, что мы двигаемся по правильному пути, является вот именно обращение Анатолия Галчиницкого. Внимательно его прослушайте, проникнитесь этим. И, ребята, нам останавливаться, как я всегда говорю, нельзя. Просто невозможно нам остановиться. У нас движение только-только вперед. Плюс к этому, весьма немаловажно то, что в этот момент Виктор Игоревич Бабурин находится в Индонезии. Я наверняка понимаю, что вы видели эти ролики, то же самое. То есть работа не останавливается ни на минуту. А то, что произошло, это произошло. И от этого никто не застрахован. Ни одна компания, ни одна, тем более, новый проект не застрахован о том, что, может быть, такие вот обстоятельства, они будут проанализированы, соответственно, будут сделаны выводы, соответственно, я не хочу говорить, будет кто-то наказан, здесь наказывать, но кого можно, никого не надо наказывать. В этом отношении надо просто сделать выводы и, соответственно, все сделать необходимое для того, чтобы подобного желательно не происходило. Так как, если бы путевая структура была поднята выше, но это же испытательный полигон, и нам важно понимать, что путевая структура должна быть внизу, чтобы оперативно решать, что-то настраивать, что-то дорабатывать, чтобы был доступ. Это испытательный полигон прежде всего. Вот это важно понимание. Ой, наверное, уже все посмотрели, Светочка, боюсь, что далеко не все, и желание, ребята, пожалуйста, скопируйте, пока ничего не пишите, скопируйте это, посмотрите после вебинара. А сейчас следующие новости. Я хочу уже, работа не останавливаться должна не на секунду, а наоборот, мы должны вместе сплотиться и сейчас действовать еще более таким, знаете, мощным кулаком действовать. Хорошее слово кулаком или совместно, вот так вот мы должны работать. Так вот, дорогие друзья, новости. Они новости очень важные для тех, у кого есть особенно дисконт 1 600. Будьте внимательны, пожалуйста, будьте внимательны. Если у вас этот дисконт есть, и вы в течение, но как бы сейчас уточняется эта информация, но если вы до Нового года, то есть открыли рассрочку, она у вас идет. Я прежде всего обращаю внимание на тех, у кого дисконт 1 600. Это мало у кого, а может быть, ну как, не совсем мало, но если вы ее не продлевали, ребята, у вас в кабинете уже нет кнопки продлить с этим же дисконтом. Поэтому обращайтесь к вышестоящим спонсорам, в крайнем случае обращайтесь ко мне, этот вопрос мы решим, но как только у вас заканчивается рассрочка, вы должны максимум в течение 30 дней открыть, либо открыть новую рассрочку с этим дисконтом, либо остановиться и сказать, все, мне хватит, я больше ничего не хочу. Хотя, ну блин, ну с таким, с такой рассрочкой сейчас останавливаться просто невозможно. И на этих людей делается, даже не то, что делается ставка, а просто, ребята, второго шанса такого у вас уже не будет. Я прошу вас, пожалуйста, обзвоните. Женя, да, пишет 60 дней, да, да, по идее 60 дней, да. Но я хочу, вот Женечка, я хочу сказать, что когда я говорю, что если у вас, вы прострочили срок платежа, то есть у вас платеж, допустим, сегодня, 19-го числа, то вы можете еще там 20-25 дней еще можете не платить, то есть вам дается этот срок, то я этого не говорю, стараюсь не говорить, я говорю, оплачивайте в срок, то есть максимум там 5-10 дней вам дается. Почему? Потому что, ну мы так устроены, нам хочется все сделать в самый последний момент, тогда, когда уже все, все сроки прошли, когда вы соскочили с рассрочки, потом обращаетесь ко мне, к своим спонсорам, для того, чтобы продлить рассрочку эту с этим же дисконтом. Но, ребята, это немножко от лукавого. Я вам объясню, почему. Если кто-то это недопонимает, у вас дисконт 1-600. Это уникальный дисконт, который доступен тем людям, которые, да, про Skyway, да, я говорю про Capital, Николай. Я говорю сейчас про Capital. Так вот, и не только Capital, но и в РСВ то же самое. Это единое правило сейчас. Единое правило будет везде. И Андрей Федорович, Хавратова то же самое, скорее всего. Так вот, дорогие друзья, когда я говорю о том, что вы не проплатили вовремя рассрочку, соскочили с нее, или даже же у вас есть рассрочка 1-600, но вы подождали до 15-го этапа, условно говоря, у вас сегодня, на 10-м этапе она закончилась, и вы ждете до 16-го этапа, когда уже все, вау, завтра мы выходим, условно говоря, на IPO, и вы говорите, теперь я готов проплатить еще там миллион долларов, для того, чтобы получить дисконт 1-600. Это полный бред. Это не просто от Лукаула, а это, я скажу, наверное, грубо, хитрожопые люди. Ну вот, я говорю так, как есть, чтобы было понятнее всем русскоговорящим. Понятно, да? То есть, если вы имеете такой шанс, так, ребята, заранее, то есть, у вас заканчивается рассрочка, тут же открывайте новую. Пусть это будет даже небольшая сумма, но открывайте новую. Это очень и очень важно. Особенно сегодня. Это очень важно сегодня делать. По одной простой причине, что завтра этой возможности может не быть. И то, что там ребята написали, что 60 дней, а я говорю 30 дней. Максимум 1 месяц. А лучше сразу же закончилось. Открывайте следующую рассрочку. Пусть даже небольшие суммы, но открывайте ее. По одной простой причине, что потом, чтобы не было разборок и так далее, не было обид никаких. Вот. Теперь, значит, внимание, дорогие друзья, завтра будет вебинар Сибирякова Сергея Анатольевича и Алексея Суходоева. Желательно, чтобы все на нем присутствовали. Почему? Потому что будут очень-очень крутые новости непосредственно из Швейцарии. Алексей и Сергей Анатольевич вернулись из Швейцарии. Сегодня я с Алексеем общался на эту тему. Поэтому у меня пожелание там. Вот. Слава, молодец. Он скинул уже рассылки сегодня уже на вебинар, на завтрашний. Респект ему за то, что он это делает заранее. Завтра будьте, пожалуйста, на этом вебинаре. Это очень-очень важно понимать. Плюс к этому, дополнительно, дорогие друзья, сегодня, сегодня, мы сегодня, у нас сегодня 19 число. До конца месяца осталось не так много, буквально 10 дней. И если у кого-то есть проблемы с платежами, у меня просьба, к вам просьба, обращайтесь к вышестоящим спонсорам. Проводите внутренними платежами. Это важно тоже понимать внутренними платежами. Проводите. Это намного облегчит вам задачу. И вам, и вашим спонсорам, и, я не знаю, всем-всем-всем, кто находится в вашей структуре. Вот эти деньги даже не то, что выводите, а их вот делайте внутренние платежи. У нас такая возможность, такой шанс есть. Плюс к этому, свифт-переводы, кто еще не обратил внимания, для Европы, для европейской части, доступны, уже абсолютно доступны. Эта информация есть официальная на сайте Skyway Capital. Я говорю сейчас про Capital больше. Плюс к этому, Игорь, спасибо, да, среда в 13.00 и в 19.00. Завтра, скорее всего, будет оба вебинара. Так вот, дорогие друзья, по поводу тех новостей, которые вы сегодня слышите, всех, конечно, очень беспокоит. Я еще раз обращу внимание, именно вот это чрезвычайное происшествие, а может быть, не чрезвычайное, которое произошло на нашем полигоне. Поэтому, дорогие друзья, ну, на Пупкина Васю не обращайте внимания. Ну, просто-напросто, ну, да, это товарищ. Кстати, я попросил, на следующем вебинаре будет у меня специалист, который вычислит, кто такой его забанит. Я думаю, что забанит совсем. Ну, это без обид, может быть, для него без обид, то есть он пришел понарисоваться. Вот, это его право. Я даже, заметьте, я сейчас не закрываю чат по одной простой причине, что это, знаете, тявка не собачки. Ну, без обид, конечно, для Василия Пупкина. Вот, тявка не собачки, которая очень хочет, чтобы ничего не получилось. И в ближайшие максимум год, какой год? Вот, полгода, максимум полгода, кто-то будет очень-очень завидовать, а кто-то будет просто удален. Почему? Потому что этот человек, он раз, он присутствует на вебинарах, значит, он есть в структурах у кого-то, есть у кого-то структура, и его вычислят, я Вам клянусь, вычислят на следующем вебинаре 100%. Почему? Потому что сегодня просто я не стал этого делать, а следующий вебинар этого человека будут, ну, просто нам, что Вы сами знаете, что есть люди, которые в состоянии следить, с какого сайта он, то есть с какого сайта, с какого браузера он выходит, откуда он выходит, то он такой и так далее. А там дальше будет принято соответствующее решение. Окей. Значит, по поводу Арабских Эмиратов. Ребята, по поводу Арабских Эмиратов сегодня новость, коротко, она озвучена и у Антолида Чевницкого, и мы то, что говорили, вернее, я лично не говорил, но с Виктором Игоревичем Бабуриным был разговор, то есть, ну, там, ребята, новости могут быть. Вот знаете, то, раньше была информация о том, что сейчас вот эти коммерческие вопросы, они будут освещаться очень, очень, так знаете, аккуратно, в том плане, чтобы не навредить ни нам, ни нашим партнерам, особенно бизнес-партнерам, по одной простой причине, что такие, как Вася Пупкин, условно говоря, они ждут чего-то, что мы скажем, а потом сказать, ну, вот видите, вот там что-то где-то не вышло. Так вот, ну, и приж к этому так называемая коммерческая тайна, она действительно, это тоже важная вещь, и она тоже должна соблюдаться. Но, если я скажу, что по Арабским Эмиратам у нас суперовские новости, то есть, Коля Анатолия Довальевича Емитского пригласили с командой юристов в Арабские Эмираты уже в который раз, после посещения выставок в Индии, после посещения выставки в Индонезии и на Филиппинах, и вот этот срочный вызов, он, наверное, очень многого стоит, по одной простой причине, что, да, действительно, там были проблемы, давно эти проблемы были, еще буквально 10 лет тому назад, то, что представители арабского мира, они хотели бы владеть, скажем так, контрольным пакетом, я скажу, может, грубо, контрольным пакетом акций и владеть всей ситуацией. Но, так как у Анатолия Довальевича Емитского есть обязательство перед инвесторами, то, что произошло в конце 13, года, то есть ситуация в корне поменялась, и эту ситуацию он соблюдает, он является гарантом, именно гарантом наших инвестиций. это в таком, знаете, в таком, знаете, не то, что, какая-то уверенность, но, как я, Анатолий Довальевич Емитский, называют, дорогой длиной в жизнь, человек, который посвятил всю жизнь свою, всю жизнь посвятил этому, поэтому, это очень важно понимать, и осознавать степень доверия к этому человеку, и к его команде, не только к одному, Анатолий Довальевич Емитский, но и к тем людям, которые находятся рядом с ним, и не один год, это и Сибиряков Сергей Анатольевич, это Виктор Игорьевич Бабурин, это Надежда, это, я могу еще много перечислять людей, которые с ним очень давно, и которые не просто верят в него, а элемент веры, не веры, это просто понимание, уровень доверия, я бы сказал, уровень доверия к тому человеку, который все это делал, и который официально все это заявляет в открытом доступе, который открыт, который не прячется, который всегда на виду, и человек, который, сказав А, будет говорить Б, вот это очень важно, сказав А, он будет говорить Б, Наша задача на сегодняшний день не просто так морально поддержать, но еще, дорогие друзья, просто активизировать свою деятельность. Я вот хочу в пример привести, к сожалению, Владимир Иванович, вот у меня в структуре в Челябинске есть Владимир Иванович Андреев. Это человек, который, ну, скажем, со здоровьем у него не очень, и возраст у него тоже, скажем, не очень молодой, даже далеко не очень молодой, но буквально чуть ли не каждый день он присылает ко мне людей, которые, да, да, Василий, да, вот хочу сказать, что да, Полигон повышенной опасности, вы абсолютно правы вот в этом отношении, повышенной опасности, и те меры, которые не были предприняты, они будут сейчас предприняты, ну, вот, понимаете, это защита от дурака, как говорят, защита от дурака, она должна быть, и она будет сделана в любом случае. А вот то, что есть люди, которые не молодые, довольно-таки молодые, но они каждый день, вот, вносят свою лепту, присылают людей, когда я нахожусь в Челябинске в офисе, он постоянно присылает ко мне людей, и у него количество партнеров, его по бизнесу, даже если по бизнесу, растет с каждым днем. Вот я просто восхищаюсь такими людьми, восхищаюсь, и другое дело, те люди, которые, это не осуждение, но, может быть, гонятся, но, опять же, тоже не осуждение, гонятся за быстрыми деньгами, ну, ради бога, ребята, гонитесь. И кто знает меня хорошо, то такого не было еще в моей жизни, вот, за всю мою жизнь мне 67 лет будет скоро, но не было такого, чтобы я в одном проекте был более, там, допустим, полутора лет, хотя у меня, собственно, еще три компании. Почему? Потому что, ну, по одной простой причине, здесь, вот, идея, как у меня Андрей Константинович Коробко, это лидер Крыма, говорит, что, действительно, самое главное, может быть, для большинства людей, это идея. И ради этой идеи, опять же, как сказала милая дама у нас в Москве, женщина весьма немолодая, да, инвалид, она приехала на выставку, она совершенно не знала о проекте, просто посмотрела, что-то коротко послушала и сказала, это как комсомольские взносы. Вот, понимаете, как комсомольские взносы, да, мы взносы вносили в советское время, ну, ну, просто вносили, почему? Потому что это поддержка комсомола, это дальше партийные взносы. Вы можете осуждать это, можете не осуждать, но в любом случае, вот, если вы состоитесь в какой-то партии, то, соответственно, у вас, ну, наверное, есть какие-то, вы берете на себя какие-то обязательства, а может быть, это навязанные обязательства, здесь не навязанные, не навязанные, как десятина, у нас очень много верующих людей, просто очень много, и в Челябинске точно так же, у меня есть семейные пары, в Крыму у нас есть очень милая семейная пара, глубоко верующих людей, которые пришли, просто десятину приносят ежемесячно, чтобы это было для них, для их детей, для их внуков. Ну, ну, ребята, это, ну, о чем говорить? Вот, хотелось бы заострить внимание на том, что, почему Skyway, почему? Да потому что это то, что спасет, как у нас Юра Жубер посчитал, каждый вложенный доллар спасет одну человеческую жизнь, и это действительно де-факто так есть, каждый вложенный доллар спасет. Вот, что происходит, катаклизмы на земле, вы обратите внимание, что происходит, в Москве температурный режим превышает нормальную норму на 7 градусов, такого не было за всю историю наблюдений Москвы, я уж не говорю про другие регионы, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это восточные штаты, они просто нам что-то бегут оттуда, люди начинают бежать оттуда, почему? Потому что там катаклизмы невероятные, можно привести примеров таких, но огромное количество, что происходит в Антарктиде, в Арктике, это такие регионы, которые влияют на климат планеты невероятно, и выход-то где? Выход где? Просто выхода никто не видит, а выход есть, и при этом выход есть в технологии, которая самая экологичная, самая дешевая, самая безопасная, самая эффективная. Ну, на сегодняшний день это де-факто так есть, и что завтра придумать мы еще не знаем, послезавтра не знаем, но как сказал губернатор Ульяновской области господин Морозов, что мы как минимум на 15 лет опережаем весь мир, так, ребята, вот это опережение надо соблюдать, а для того, чтобы она соблюдалась, нам необходимо поддерживать материально, вот материально, чисто, приобретать обязательства, не акции даже, а обязательства компании. Ежемесячно, даже небольшими суммами, небольшими суммами, а то, что это у нас уже состоялось, то есть инженерного технологического риска нет, это уже доказано и подтверждено тем же МИИТом, это Московский институт инженеров транспорта, который 10 лет тому назад, как помните, заключение дал, что этого не может быть, это не состоится, это рухнет, это обвалится, люди будут стукаться потолком, потолок головами и так далее. Ну, это было 10 лет тому назад, сейчас это уже реальность, и я могу долго говорить, я могу долго мотивировать, но, ребята, какая нужна мотивация, просто-напросто надо делать свое дело каждый день. Как Анатолий Дуарчиницкий делает, как делает Сибиряков Сергей Анатольевич, как делает это Виктор Игорьевич Бабурин, как это делает Надежда, как это делает, я не знаю, Инета Аджана, там, Волков, Володя, как это делает Лариса Артамонова. Каждый день делает свое дело. Ой, по поводу доверчивых пенсионеров, вот, Василий, я читаю ваш, да, спасение кошельков, которые поверили этим Skyway мошенникам, да, можно говорить что угодно, а есть де-факто, де-факто, просто-напросто фактом. Вот, факты, говорят, самая лучшая вещь, это факты, то есть открываете просто-напросто и смотрите, я, Василий, можно с вами немножко, как бы сказать, подискутирую, если губернатор Морозов, он такой придурок, что уже более 10 лет, он не просто верит, а поддерживает эту технологию, если говорить о том, что губернаторы ведущих областей России, начиная с Хабаровского края и заканчивая губернатором Громовым, сказали де-факто, что это не просто необходимо, а без этого развитие дальнейшее невозможно, они все придурки полные. Если сказать, что ведущие эксперты, что если сказать, что ректор Московского института транспорта, инженеров транспорта, признал, что да, де-факто, не просто это есть, а без этого развития дальнейшей цивилизации невозможно, то он полный придурок. Кого еще и перечислять, я не знаю, экспертов со всего мира, если Рот Хуб, вице-министр транспорта Южной Австралии, он наш не просто партнер, а он руководитель нашем отделении в Австралии, это человек, который ничего не понимает, я могу еще долго-долго вычислять, ребята, это аргументы де-факто. И когда я общаюсь с людьми, которые говорят, ну не верю я в это, я говорю, да, ну можете не верить, можете не верить, а можете проверить. Факты – это самая упрямая вещь, самая упрямая вещь, ребята, это факты. И, Николай, большое спасибо, именно в тот момент, когда Николай сейчас Брюхов написал «Академическая наука», тогда, когда Skyway выходит в университеты, выходит в институты, выходит в вузы, не только Белоруссии, но и всего мира, это и Чешский технологический университет, это и МИИД и так далее, и так далее, это уже становится наукой. И науку уже, как говорится, ну не обогнать, но по поводу России многие задают вопрос очень простой. Когда что-то в России будет? Ребята, ну живем мы в такой стране, что, блин, здесь можно долго рассуждать, что-то говорить, но вот так получается на самом деле, что Россия находится, извините меня, в жопе, я бы сказал так грубо, в жопе. По одной простой причине, если губернаторы требуют, доказывают и так далее, и так далее, но их не слышит кто-то сверху, кто-то вверху, ну чья проблема? Я не знаю, наверное, наша проблема в том, за кого мы голосуем, кого мы выбираем и что в результате получается. Это уже наша проблема, но это в политике. Вот не хочется в политику ввязываться, почему? Потому что пока мы будем кого-то ругать, чтобы доказывать, жизнь она уходит. И как Виктор Игорь Збабурин правильно говорит, Георгий Михайлович, ты говоришь Крым, Крым, Крым. Ну что Крым? Ну что Крым? Что там? Что? Миллиард долларов? Да. Если одна только Индия даст нам несколько триллионов долларов. Если одна Индонезия, уже предварительные контракты, слышали, наверное, да? Там, по-моему, до 6 триллионов долларов, может быть, в Индонезии и в островных государствах. То о чем говорить? Если мы будем рассматривать с позиции бизнеса, это одно, с позиции, ну, скажем так, до деревни Пупкина, Вася Пупкин, до Васи Пупкина провести нашу трассу. А смысл какой? В дальнейшем, да, она будет проведена. Почему? Потому что это уже поддержка государству. Частное государственное партнерство. И это так и есть на сегодняшний день. И я хочу вернуться к тому, с чего начало. К тому, чтобы наша задача сегодня, вот до Нового года, максимум усилий приложить к тому, чтобы мы не просто поддержали, да, Анатолий Довальевич Ленинский, классно, здорово, мы с вами и так далее, и так далее, но еще и своей работой, своими действиями, чтобы мы поддержали SkyWay. Я всех благодарю за внимание. Обзвоните свои структуры. Ну, просьба, ребята, просто я вас умоляю, обзвоните свои структуры, людям напомните, где они зарегистрировались. Спросите, почему? Почему они еще не приобрели никаких пакетов акций? Почему они не помогают той технологии, которая поможет в дальнейшем их детям, их внукам и им самим? Почему? Просто спросите, почему? А потом помните, как однажды мы говорили о том, что и пусть они напишут, что я вот такой-то, 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 такой, знаете, обязательный, не обязательный, а ответ такой. Я сознательно отказываюсь инвестировать даже минимальную сумму в SkyWay, потому что я в это не верю, и этого никогда не будет, и подпись. А потом с этой подписью через максимум через полтора-два года вы придете к нему и скажете, ты подписал это, да, теперь меня, пожалуйста, не обвиняй, и не то, что не обвиняй, а теперь покупай пакеты акций по одному доллару, а может по два, а может по десять, а может по сто долларов. Я всех благодарю за внимание. С вами был Григорий Мирошенченко. Наверное, немножко сумбурный был вебинар, но, знаете, такой эмоциональный, действительно, вот сегодняшнее обращение Антон Даваевича Ницкого, оно вот как бы заводит, заводит в хорошем смысле слова, что, ребята, если не мы, то кто? Только мы все вместе сможем это сделать. Там Любушки большой респект. До встречи на следующем вебинаре. Завтра будет вебинар Сибирякова Сергея Анатольевича и Алексея Субадоева. Ребята, просьба, не пропустите, придите, послушайте, и мы вместе все это сделаем. До встречи. Продолжение следует...